Приднестровцы стали вызывать скорую почти в три раза чаще, чем раньше. В последние недели ситуацию и вовсе оценивают как авральную. На бендерской станции скорой рассказали, в сутки бывает до 250 звонков. В прошлом году в это время их было меньше 100. Кроме роста количества больных, есть еще один фактор – машины приняли на себя дополнительные функции. Это связано как с количеством температурящих больных, так и увеличением числа перевозок на компьютерную томографию, обследования. Естественно, есть определенные задержки, потому что после каждого температурящего больного, инфицированного, машины, бригады обрабатывают как свою одежду, так и салон санитарного транспорта. Но мы обслуживаем всех пациентов, а отказов мы не фиксируем. В скорой, с учетом большого количества вызовов, звонки делят на срочные и не очень. В первую очередь реагируют на вызовы с явными признаками коронавируса. В бендерах работают 10 машин скорой. Они обслуживают не только город, но и соседние села – Гиску, Протягайловку, Парканы. В скорой отмечают, приднестровцы, особенно пенсионеры, стали более сознательными. Реже вызывают неотложку по пустякам. А беспокоенность вызывает рост числа заболевших коронавирусом среди пожилых людей. Если смотреть по обращаемости, если в апреле месяце она была меньше, то сейчас, к сожалению, опять выросла. Поэтому, если есть возможность у пенсионеров остаться дома, то было бы очень признательно от всех медработников за понимание и ответственность. Тирасполь тоже бьет рекорды по количеству выездов бригады скорой. На этой неделе на номер 103 было 315 звонков в сутки. В столице работают 16 автомобилей скорой. Они, кроме экстренных выездов, еще перевозят медиков и лаборантов, которые берут ПЦР-тесты. Врачи отмечают, многие жители звонят в скорую и настойчиво просят сделать тест на коронавирус. При том, что у бригад скорой помощи другие функции. Мы проводим ПЦР-тестирование. ПЦР-тестирование проводят на выезде лаборанты, которые являются сотрудниками областно-поликлинической сети. Они проводят тестирование на основании той заявки, которая поступает от скорой помощи, а также от участковых врачей. Станции скорой помощи по республике с растущей нагрузкой пока справляются. Врачи просят горожан с пониманием относиться к возникающим в работе задержкам или трудностям.